всем привет с вами снова кокос и мы продолжаем проходить игру pathfinder kingmaker и так так это наш сундук там да да уйти мы сейчас построим поселение в как это в соседней локации как как она называлась то я даже подзабыл в общем для того чтобы масть там возвести мастерскую так переходим в королевство нам нужно в соседнюю вот эту западную западную получается да да западную локацию так-то хопануть вот это южная нормаль 6 потому что туда вот уходишь и не могешь вызвать королевство не знаю что происходит смотрите вот эти точки около реки не советую брать там всего шесть этих я наверно даже вам просто покажу то есть вот торгорода то есть если мы построим торгород и зайдем туда для постройки то увидим вот такую вещь до реках это хорошо ну по сути по реальности а теперь смотрите построить 8 клеток и 2 отдельно то есть если до этого вы могли например поставить как ладно причала это понятно это плюс один деньгам но мельницу вы уже сюда не впихнете то есть здесь вам придется строится от либо от монолита до монолит если он обеспечивает до монолит если он а и уединенной тогда вы теряете одну клетку вот либо уже собственно там соединять ее с чем-то не знаю не особо связанным такие как пивоварня хотя если нету мельницы то это опрометчиво поэтому я например вот эту не выбрал так как две клетки там стоит отдельно вот а я выбрал другой который находится либо в лесу либо в равнине там по сути без разницы один и тот же участок ты получаешь вот и он уже схож с тем что мы имеем в нашей торгород пусть будет это торгород он схож с тем что мы имеем в нашей столице вот такой вот участок наверно что мы здесь делаем нам нужно алхимическая лавка мы ее поставим как мы ее поставим если он здесь море в верхнюю мельницу будет у нас амбар пивоварня а ее мы поставим вместо нашего запланированного дома травника как-никак алхимическая лавка ну не знаю по моему схожая да как бы с этим вот она обеспечивает плюс 1 если находится с таверной это верно у нас по плану как бы вот здесь вот находится или домом собраний ну дом собраний и таверну можно разместить а алхимическую лавку проблематично разместить одновременно и с домом собраний да ладно не суть важно 9 дом собраний наверно сюда бахнем сразу хороший буст должен принести 54 все деньги трачу даже забор не построил такс город у нас есть сейчас вот надо так события у нас никакие новые не появились так что мы пока можем отдыхать отчета о проделанном работе по поводу древнего проклятия у нас тоже пока не пришло я так понимаю там должно время истечь которое нам давалось как бы ну чтоб справиться с ним так что давайте наверное сейчас вот сюда спустимся до вот этого кустика о древний дуб нашли еще одну локацию кстати можно как раз туда и съехать съездить посмотреть что у нас там да залази до мрачного то местечко тролль-людоед понятно он большой огромный и немного страшный так давайте забафаемся так давай тогда тоже сразу раз у нас теперь тоже бафер давай мы тебе сразу перенесем на бы быструю клавишу так ты у нас ты бафаешь ты бафаешь а ты чё делаешь так вот и делаешь великана из джета сделала да так следующий пробавки кстати да еще это потом чего там так долго то с этим с великаном образцов так давай сюда киев так раз два киев все еще часа м к так у тебя есть у тебя есть у тебя есть у нас еще один остается доспех хотя мы можем по сути вы не тратить а потом взять верный удар один хороший верный удар он на один раунд до делается так наверно так и сделаем потому что милишка у нас махается да все остальные как бы не особо впритык идут так что-то у кого-то не удалось нет все удалось это просто щит накинул да такс теперь на джета размытие так ты не всех еще пробавал ты вот еще его вот вижу на джете размытие теперь сюда так еще вот ему так теперь пробав на героизм нашим милишникам так или лично сейчас пойдут так у тебя все готово еще размытие на самого себя точнее зеркальное отражение так будет эффективнее думаю так ты ураганный лук ставишь так ты чит как ты можешь помочь давай прочитай еще молитву ты сделаешь на а мире героизм еще сделаешь на него героизм так у тебя еще щиты щиты на него щиты на нее это у нас на джета идет так и на него вроде готова 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 так музыку так музыку отвечаем включаем нового возможно включаешь первый раунд запуск 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 сначала вот это а теперь разбег о блин бафался бафался тролль то отлетающий просто пояс 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 на что великанской силы крутяк это у нас кто у нас обалденный силы ты имеет сила 23 19 а это модификатор так сила плюс 6 способности нет мне нужны инвентарь инвентарь пояса на что на выносливость менять ну давайте переживем тогда а мире выносливость у тебя пояс и тебе еще давай тогда пояс выносливости отлично все по-моему я больше бафался так легкий арбалет у нас кто-то бегает с арбалетом же да мы его дали три стену окей забирай а вот этот арбалет верни мы ему тогда первое он если чё периодически будет постреливать а то бывало на вышке сидит чувачок и его не достанешь обычным оружием приходится стрелять а стрелять не всегда возможно если ты забыл где-нибудь свой арбалет дома в ящик положил или продал все и все так отлично так давайте включайте там внимание надеюсь вы что нибудь еще найдете дополнительные ну тролль конечно блин отлетающий был наверное то что я уже высокого левела черчу прокачан для него на первых порах если сюда прийти наверно жесткий у него там еще и реген и бить его надо вроде как говорили огнем и кислотой кстати значит меч я получается у ригангара неправильно зарядил надо было на молнию заряжать так здесь мы не понял блин я же прошел тут почему принять ну все понятно это же логично есть если у нас нет денег то откуда очки строительства тоже потратил все на постройку поселения хрустящие крылья бедрышки любимое блюдо амари который увеличивает ее критические у два броска к подтверждению критического удара что по моему обалденно ну и временное здоровье да то есть добавляет так пойдем сходим вот за облачную резину стоп здесь соединим чтобы я потом не переживал что там что-то пропустил блин а тут смотрите еще что то есть может кругом обойдем двуречный лук башня двуречный лук только вот к нему не попасть а нет вот пойдем посмотрим что то наши события не хотят двигаться в королевских заданиях было сказано что то есть карта какая небольшой не хилый такой участок я посмотрю о волки так давай тебе поэкспериментируем вместо грозовое оружие давай тебе огненное сделаем а ну и заклинание ну блин а там один даже волк а кто этого убил сломала ноготь все и давай а кей так ну вроде нет ничего больше можем пройти так отлично монетка еще одна дополнительных то есть а да и и и а и и и и Отлетели. Есть тут что-нибудь? По-моему, нету. Не, ну не серьезно. Такая территория. И пусто. С одной палаткой. Я вижу что-нибудь. Ты видишь? Ты готов и готов. Там и ловушка, и что-то лежит. Отлично. Свиток нанесения серьезных ран. Уже неплохо. Экономия денег. Хотя я не покупаю такие свитки. Вообще я ничего не покупаю. Пользуюсь тем, что есть. А вот потратить на очки строительства. Вот это я, да, понимаю. Первая игрушка, где можно... Что-то куда-то можно... Так, у меня есть деньги, нет? Чтобы я башенку мог забрать. Четыре. Нет. Растус. Когда кончается неделя? Проекты. Нет, нет. Все тихо. Потом бегать придется по этим фишкам. Ну ладно. Бегать там, где уже знаешь, уже как бы легко. Блин, такой кусок, и тут ничего. Переправа на этого? Нет, не хочу. В смысле? Блин, надеюсь... Так, сохранимся. Потому что она устала. Если там какая-то битва... Нет, не битва. Долгое время мы шли по степи, и ничего не привлекало наш взор. Однако, на склоном очередного холма мы обнаружили густо поросшую низину. Похоже, в нее стекало несколько окрестных ручьев. Вдалеке, в самом центре низины, среди кустарника, возвышалось одинокое сухое дерево. Настоящий исполин. Его величественные очертания смутно напоминали когтистую лапу, тянущуюся к небу. Но вот что примечательно. Плоский ландшафт нарушали... Кучки загадочных темных бугров. Высотой примерно в человеческий рост. Они были густо раскиданы по округе. Мы решили исследовать низину. Чем дольше мы шли, тем важнее становилась земля. Постепенно степная трава уступила место мху, низкорослому кустарнику и папоротнику. Показались первые лужицы вонючей болотной воды. Идти стало значительно труднее, и вскоре наш отряд уже перепрыгивал с кочки на кочку. Наконец, мы поравнялись с первой группой таинственных бугров, и поняли, что перед нами никакие не бугры, а низенькие землянки. Да ладно, мы в шир, что ли, пришли? Хоббиты. Стало очевидно, что двигаться дальше к центру низины в нужном будет с особой осторожностью, ведь там началась настоящая топь. Однако впереди по дороге к загадочному дереву великанов показались очертания еще одной хижины, гораздо большей и окруженной маленькими глиняными статуями. Так, мы осмотрели окружающее нас жилище. Внутри землянок было душно и темно, как в норе, и царило полное запустение. Окон, выложенных из грязи стенах, не было. Не видать было и какой-либо мебели или иных предметов интерьера, кроме пары развалившихся платинных плетеных корзин. Зато в каждой жилище, прямо посреди земельного полора, красовалось большое углубление, наподобие костровой ямы, занимавшее большую часть места. В них стояла вода и пахла из них неописуемо скверно. Так, мы не собирались отступать и двинулись вперед, в сторону высокого дерева, решив по дороге заглянуть в большую хижину. Выстроившись в цель... Ну, давайте попробуем. Прошло. Мы шли медленно, тщательно выбирая дорогу и стараясь пройти по сухому везде, где возможно. Но чем дальше мы забирались, тем тяжелее это становилось. Искоре нам не осталось ничего иного, как идти вброд, опустившись в воду по поясу, раздвигая камыши, громко как хвакали лягушки. И мы тревожно взглядывались в мутную воду, селись разглядеть, что же за тени мелькают на дне. Немало раз кто-то из нас оступался и терял равновесие. Но благодаря спасительной веревке мы смогли избежать каких-либо значительных неприятностей. Продолжить. О, кстати, внутрь хижины, да? Можно. Галлон и трясина же набулькала нам вслед, но мы не оглядывались. Промокшие и уставшие, мы наконец-то выбрались на твердую землю. И вот перед нами предстал своего рода дворец. Просторная хижина из засохшей грязи, украшенная камешками, костями, пуховками, камышей, ракушками и прочим хламом. На площадке прямо перед дворцом был вырыт большой, но неглубокий бассейн. Правильной овальной форме, в зацветшей воде отражались листья огромных папоротников и полуразвалившиеся глиняные статуэтки, беспорядочно расставленные вокруг. Звон мошкары почти оглушал. До центра болота оставалось недалеко. Туда, сквозь заросли густого кусарника, вела твердая и надежная тропа. В конце ее уже виднелось высокое сухое дерево, что привлекло наше внимание в начале пути. Так, знания. Мы рассмотрели глининые фигурки, пытаясь понять, кого же они раньше изображали. Блин, потяну, не потяну. Нет. Выпученные глаза, приплюснутые головы, без затылков, ушей и подобных подбородков, уродливые длинные ногти, согнутые под неестественным углом. Нарисованы какие-то жаба-люди. Загадочные глининые издвияния изображали некую противоестественную помесь лягушки и человека. Так, мы заглянули внутрь хижины. Дворец оказался в два раза выше, чем остальные хибары, и вход в него был настолько широк, что трое могли войти в него, не сталкиваясь плечами. Стены оказались расписаны. Неизвестный строитель выцарапал рисунки на глине, пока та еще не засохла. Полустертые каракули изображали огромных амфибий, пожирающих фигурки поменьше, как с лягушачьими головами. Так и без. В трех из четырех комнат были большие ямы с водой, как и в других жилищах, с той лишь разницей, что здесь в них опускались вырытые в землю ступени. В самой же дальней комнате мы обнаружили развешанное на стенах снаряжение, кожаные доспехи, копья, дубинки. Как ни странно, значительная часть предметов неплохо сохранилась. Так как хижина выглядела очевидно заброшенной, мы не посчитали зазорным собрать некоторые из них с собой. Ага. Короткий меч, кожаный доспех, золотые монеты 137. Мы двинулись вперед, ведь цель была так близко. Как же приятно было вновь идти по нахоженной тропе, наша промокшая одежда начала подсыхать, и настроение улучшилось на глазах. Обрамлявший тропу кустарник, казалось, приветливо махал нам своим солнечными зелеными листьями и ярко-красными блестящими ягодами. Подул свежий ветерок и разогнал поцаривший на болоте тухлый запах. И вот ветерок уже прошел, а колючие ветви продолжали шевелиться. Раздался крик. Шедший по последним, Джет Кокос заметил, что на месте тропы, за нашими спинами, выросла волнующаяся ползущая стена зелени, окружавшие нас со всех сторон зарослей кустарника оживали на глазах. Ветви с тихим шуршанием тянулись к нам. На шипах выступили капли сока, зловещей поблескивая в изумрудном полутьме. Тропинка становилась все уже. Пути назад не было, да и просвет впереди уже почти сомкнулся. Пора валить походу, да? Мы со всей прыти рванулись вперед, пытаясь поспеть закрывающемуся проходу. Шестнадцать там подвижность была, да? Ага. Как скажет вам любой опытный путешественник, в ногах правда есть. Ветви цепляли нас за рюкзаки и края одежды. Ростки пытались опутать ноги, но не тут-то было, мы оказались слишком проворны. Оба. Знание религии. Ну, смотрите, плюс три мне-то только выкинуть больше трех и все. После столь долгого пути мы, наконец, вышли к исполинскому сухому дереву, что так заинтересовало нас в самом начале. И каково же наше было удивление, когда мы увидели, что в его стволе вырезан идол. Это было лицо огромной рогатой трехглазой жабы. Выпученные глаза придавали ему выражение одновременно жестокое и тупое на грани идиотизма. Жаба. Трехглазая жаба. Довершало устрашающее зрелище полураскрытая зубастая пасть с несколькими свисающими языками, из углов которой по каре стекли темно-бурые подтеки. Окей. Мы попытались понять, что это за идол. Успех. Сомнений быть не могло. Это Гагунта. Демоническая повелительница злобонных болот, служащая единственным божеством, населяющим болото. Образ Гагунты, лягушка со множеством голов и еще большим количеством глаз. Богарты изображают ее гигантской королеве своего вида. Повелительница огромного болота в бездне. В плане демонов. Но что это? Пока мы рассматривали идол, из дупла в деревню вылезла большая ярко-синяя стрекоза и приглашающая уселась прямо на кончике одного из языков. Она вела себя в высшей степени странно. Никак не реагировала на наши движения и совершенно не собиралась улетать. Внезапно Джеткокос взял в руку стрекозу и потянул ее к корту. О боги, он что, решил ее съесть? Так, от идола буквально пахло злом, мы решили его разрушить. Так. Хм. А ну-ка. Провал. Развался мокрый хруст, я не смогла на это смотреть, я обернулась, слышав тихий возглас, Джеткокос побледнел и начал падать. Мы едва успели его подхватить. Придя в себя, через несколько часов он поведал нам удивительные вещи. Оказывается, жрецы жаба людей поедали синих стрекоз, чтобы впасть в наркотический транс и услышать волю богини, королевы демонов Гагунты, что когда-то и породило всех жаба людей. В своем сне Джеткокос видел древние времена, как жабоголовые строили свои поселения, как устраивали набейки на соседней и уводили в рабство их детей, как проводили кровавые ритуалы в честь разжиревших земноводных чудищ, хохочущих во тьме столетий. А еще он видел, как последний из местных жрецов из жадности закопал частных гребальных награблетых драгоценностей в своей хижине вместо того, чтобы принести их в жертву своей жестокой богине. В ответ разогневанная Гагунта наслала на его племя страшную чуму. Мы повернулись, чтобы покинуть отвратительное болото и плотоядный куст покорно раступился перед нами. На обратном пути мы не применяли заглянуть в хижину жреца и выкопали то сокровище, что когда-то поглубило его племя. Изумруд? Где он? И сколько он стоит? Пятихатку. Нормально. Так. Почему-то она осталась отмеченной, да? Отдых? Ну давай. Так. Ну-ка, давайте посмотрим. Пастуший пирог. Чей он будет у нас? Нет. Повар испортил пастуший пирог. Не прокатило. Так. Я вот хочу посмотреть, что у нас здесь. Тробка в холмах. Да, у нас вероятность внушает. Да, ведь. Так. Что тут? Большая локация? Нет? Ну-ка. Ого. Ладно. Стоп, где я? Кал у меня. Тробка среди гор. Матерый леопард? Иди сюда, мятерый леопард. Нормально, нет? Тащим. Ого. Это было больно. Так, ну-ка. Сотвори нам что-нибудь веселенькое. А ты попробуй спасти Джетта. Так. Ну-ка. 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 Добиваем, добиваем. Блин, песенку спой. А то они что-то не попадают. Да вы посмотрите, как оно мощное. Ну-ка, прицельный обалдеть меня киса чуть просто-напросто не закопала не про бафанного да и не спорю я не стоп ну-ка все сюда чё ты там в одно рыло-то очень тяжко идет о мире да почему-то так раз тут невидимые кошки бегают я хочу быть к этому готовым так все что ли с двух сторон до подход к кошке все если ночь какой-то маленький ущелье я на ки самоги от не и спорю вот еще одна плюшка так ну что давайте тогда на этом серию мы закончим увидимся уже в следующей серии всем спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось до новых встреч в новых видео пока 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 Продолжение следует...